Авторское телевидение Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги, я Виталий Татяков, приветствую вас здесь вновь в студии передачи «Что делать?», обсуждаем проклятые вопросы русской жизни, русской истории. Сегодня в гостях у меня известные ученые-экономисты, я даже сказал экономисты-прогнозисты, потому что мы говорим о том, можно ли прогнозировать экономическую ситуацию в России, экономическое развитие России, но не в том плане, в котором в последнее время велась дискуссия между президентом и правительством, какие темпы роста конкретно нужны, я надеюсь в более общем плане, потому что здесь позволю себе сделать небольшое вступление, чего обычное не делаю. Меня, собственно, темпы экономического роста, например, интересуют как раз весьма прагматически, может ли конкретный человек, гражданин России, каким-то образом планировать свою деятельность. И у нас есть еще один небольшой повод для того, чтобы провести передачи именно на эту тему. Мы хотим вспомнить выдающегося русского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева, который родился в 19 веке, начал работать как экономист еще в условиях царской России, но очень много, активнее всего работал в советское время, и в 1938 году он был одним из тех, кто был расстрелян, расстрелян сталинской репрессивной системой. Я начну прямо с цитаты из Кондратьева, который, собственно, и прославился тем, что много писал об экономических циклах и о конъюнктуре экономической. Это книга его избранных произведений, он говорит о том, в статье «Большие циклы конъюнктуры», о том, что существуют до него обнаруженные 17-11-летние циклы, по-видимому, не являются единственным типом циклов конъюнктуры, пишет Кондратьев. В действительности динамика капиталистического хозяйства сложнее. Наряду с этими циклами, которые условно по их продолжительности мы назовем средними, за последнее время отмечается вероятность существования малых циклов со средней продолжительностью около 3,5 лет. Но этого мало. Есть основания думать, что существуют также большие циклы динамики капиталистического хозяйства со средней продолжительностью около 50 лет. Итак, работы 30-х годов, прошлого теперь уже века, сказаны довольно четко. Если, по крайней мере, присутствующие в студии не противятся этому, то все можно предсказать, получается. Собственно, мой первый вопрос для короткого ответа каждому из здесь присутствующих. Вот эта Кондратьевская теория, она, в принципе, верна, она признается экономической наукой сегодня? Или здесь какие-то иные подходы? Пожалуйста, Юрий Владимирович. Короткий первый ответ. Я должен сказать, что не только российской наукой, а практически это аксиома для всей мировой науки. То есть верна? Она верна. Она верна, она подтверждена. Причем не только эти две циклы. А если мы посмотрим, то мы можем целую совокупность такой змею циклов обнаружить, которые действуют. И короткосрочные, и среднесрочные, и долгосрочные. И все это дает как раз тот инструментарий, с помощью которых можем предсказывать вот эти волны колебаний в экономической реальности. И у нас, и в мире. Кузьмин Иванович. И считаю, что вопрос идет все-таки от нашей реальности. И вопрос о том, возможно ли прогнозирование развития российской экономики, сегодня, по-моему, решен практически. То есть. Мы имеем несколько программ, утвержденных до 2010 года, и прогнозов. Это программа развития металлургии. Это программа развития науки и высоких технологий до 2010 года и далее. Есть ряд других прогнозов, которые мы осуществляем. Поэтому это чисто практическая задача. Что касается эпохи в 50 лет, я думаю, что сегодня мир, его технологические уклады, выглядят совершенно иначе, чем это было в 30-е годы. Мы вышли из цикла промышленного развития, когда эта теория была достаточно точно, отражала этот период. И сейчас у прогнозирования на 50 лет, я думаю, писать и говорить преждевременно. Ну, я передаю слово дальше, но перед этим небольшое замечание, некий уточняющий вопрос. Вы сказали, что практически у нас сегодня решается задача программирования, прогнозирования. Есть программа такая, такая, такая. Вот на этой передаче должен был участвовать один заместитель министра Минэкономразвития, который как раз занимается прогнозированием. И, видимо, приложил руку ко всем этим программам. Три недели назад он дал согласие, с большим воодушевлением, на участие в этой программе. А за три дня до нее позвонил и сказал, что ему подписали неожиданно заявление на отпуск, и он неожиданно улетает в отпуск. Вот человек, который в масштабах государства прогнозирует развитие металлургии, бог знает еще чего, но не может точно спрогнозировать свой собственный отпуск, у меня большое сомнение относительно качества тех прогнозов. Но это так, Павел Ильич. Я думаю, что не только Кондратьев, но и ряд других ученых, и даже в различных науках и математике, системотехнике, кибернетике подтвердили циклическое развитие, экономическое циклическое развитие. Скажем, очень хорошо его иллюстрирует колебания ценной энергоносителей в мире. И второе мое отношение к прогнозам, к циклам. Мне кажется, что вы хотели уйти от дискуссии о том, кто прав президент или премьер. А мне кажется, что за последние годы в России сформировалось ошибочное мнение, что мы не можем добиться высоких темпов экономического роста. Мне кажется, что даже в краткосрочных планах мы можем и должны выйти на темпы роста не ниже 15% в год. Я считаю, что этим недостаточно занимается. Хорошо, об этом мы, конечно, тоже поговорим. Простите, но все-таки мы говорим не о том, какие нам нужны темпы роста, какие хотелось бы, а можно ли предсказать, вот мог ли эти темпы роста существовать, и можно ли их предсказать? В том числе, это, например, будущее падение цен на нефть с достаточной точностью. Олег Викторович, вы вот как раз любите этим заниматься, я знаю, чертите постоянно какие-то линии, которые на ваших графиках предсказывают, по-моему, все. Как в жизни? Ну, я хотел бы, во-первых, сказать, что Николай Дмитриевич был, безусловно, прав на том материале, на котором он делал свои выводы. Я хочу сказать, что за прошедшие с тех пор где-то 70 лет экономическая наука и знания вообще об обществе сдвинулись от позиции сугубо волновой природы изменений. Изменения, как все-таки чаще бывают, вот как Юрий Владимирович рисовал, такие, знаете, искаженные волны или по-другому флуктуации. И вот если посмотреть чуть шире на проблему, не как жесткие волны, а как некие колебания среды, неустойчивые и так далее, то что обнаруживается? Вот результаты исследований, которые я проводил, и в частности для оценок... А ты что-то там самые короткие пока, потому что у нас будет дискуссия для... Сейчас обнаружены новые циклы. То есть плюс к Кондратевским еще и новые. Или Кондратевские изымаются, а новые... Значит, дело в том, что Кондратевские, они приблизительно 50-летние, так? А вот американцы, например, как я недавно узнал, вообще законодательно даже приняли, что у них 60-летний цикл макроэкономического развития. 60-летний, совершенно определённый. Кондратевские. Ну это примерно... Да, и поэтому, например, в 2002 году они закрыли программу ПРО, которые начали в 72-м. Ровно полцикла, 30 лет. Весь мир не понимал, почему. А у них это вот... Такова политика. В России... А почему так закрыли? Почему не продолжили? Почему посредине закрыли? Ну потому что 60 лет нужно сохранять только супервысокие ценности. А такие конъюнктурные программы, как ПРО, достаточно половина цикла. В России, вот, изыскания говорят о том, что умом Россию не понять, а ршинам общим не измерить. Это довольно заезженные цитаты, хотя, может быть, и правильные. Так вот, я её как раз проиллюстрирую. А анализ российских циклов говорит, что у нас подлиннее, 80 лет. Это хорошо или плохо? Во-первых, это определённо. А уж, во-вторых, можно комментировать. Я так понимаю, что у вас самая суровая, может быть, точка зрения на эти циклы? Нет, ну почему? Несколько вещей. Во-первых, циклы действительно существуют, но они, как всегда, реально существуют в прошлом. Как это пойдёт дальше, будет известно экономическим историкам будущего. Я вообще часто буду повторять фразу, что секрет экономического чуда, секрет экономического прогресса известен экономическим историкам будущего. Они всё точно знают. Второе. Циклов вообще-то много. Почему-то не модно цитировать, вспоминать Маркса, но вообще-то он анализировал капиталистический цикл. И этот цикл точно есть. Там с некоторыми сдвигами, вот этот примерно 7-летний. Есть циклы Кузнеца, Саймона Кузнеца, Набелеска Лауреата, это примерно 25 лет. Есть шумпидорианские циклы, кондратьевские циклы. Ну, в общем, если захотеть увидеть цикл, его всегда можно найти. Другое дело, прогностическая ценность цикла. Вы понимаете, можно сказать, так мягко посчитать, там, кондратьевские циклы, это 50, 60, 65 лет. С точки зрения экономической истории, это почти одно и то же. Но с точки зрения нормального человека, ну, как-то ему существенно он попадёт в кризис в 30 или в 50 лет своей жизни. То есть, на мой взгляд, прогностическая ценность этих циклов минимальна. Они интересны, как набор умозрительных дискуссий. Экономическую теорию на этом строить нельзя, и я не знаю такого законодательного акта Соединённых Штатов, законодательного, то есть утверждённого под Дионово Конгрессом и президентом, которому там какие-то 6-летние циклы вводил в право Соединённых Штатов. По-моему, это просто невозможно ни в одной стране, имеющей здравый смысл. В принципе, вот тут мы подходим к тому, что я называю третье правило экономического прогнозирования. В прогнозе совпадают или события, или дата. Но никогда то и другое вместе. Поскольку это так. То есть, вот можно сказать, что кризис произойдёт. Да, известно. Но существенно, когда? Причём ещё должен идти на месяцы, на дни, с точки зрения личной, планирования личной жизни. А в общем, не на годы и на десятилетия. Именно поэтому прогноз основан на циклах и имеет познавательное, но не практическое, не инструментальное значение. Тут мы приходим ко второму закону экономического прогнозирования, что кризис всегда наступает раньше, чем ты его прогнозируешь, но позже, чем ты его ждёшь. И ещё один аспект. Но прогнозы важны. Тем не менее, прогнозы важны. Прогнозы, планы, как хотите. Дело не в идеологических словах. Они важны для выяснения отношений экономистов друг с другом. И судьба Николая Дмитриевича Кондратьева в этом смысле очень показательна. Вообще-то, его посадили, я хочу напомнить, в 29-м, да, в 30-м году. Это была одна из первых линий посадок. Я напомню, что первые три процесса были над экономистами и инженерами, выражавшими крайние сомнения в обоснованности первых пятилетних планов. То есть, как только план становится предметом политической дискуссии, немедленно выясняется, что именно тот самый экономист, который вовремя не поддержал правильную единственную научную установку. Что и было там с Кондратьевым, Чаяновым, Базаровым, Громаном, Юровским. И что привело к торжеству единственного экономиста, ставшего героем Советского труда, правда, к 90-летию, Сенавгу Ставича Струмегина, который тогда же, в 29-м году, сказал великие слова, что лучше стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за низкие. Это замечательные в своем роде слова, да, и, видимо, отблеск именно этих слов сейчас несколько оживляет дискуссии между правительством и Креблем, а темпах роста. В самом случае, для экономических историков это так. Да, конечно, сейчас все будет дискутировать. Тогда у меня, я ставлю прямой вопрос. В общем, в той или иной степени все сказали, что либо Кондратьевским циклом добавился в теории еще там целый ряд других, и, в общем, получается, 6 цикла, и на год, и на 2, и на 3, и на 4, и на 5, на 6, на 7, и так до 50, до 60. То есть в этом хаосе циклов вряд ли что можно предсказать. Вопрос. А что вообще? Что, в принципе, сегодня можно предсказать? Вот, пожалуйста, ответьте. Мне в экономической и как следствие в полире, потому что, понятно, что одно с другим очень тесно связано. Передо мной постановление правительства Российской Федерации разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2003 год, федерального закона о бюджете, параметры прогноза до 2005 года, и перспективного финансового плана 2005 года. Вот, чтобы выполнить это постановление, тот самый министерс эконом-развития, представитель которого сегодня пришел, оно должно предвидеть, как изменится ВВП, как изменится инфляция. Ну, многое. И многое. То есть, и эти все вещи можно предвидеть в тенденциях. Мы сейчас занимаемся абсолютно неинтересным для людей обсуждением, потому что к своей конкретной жизни они никак это не могут приложить, ну, просто никак. И тогда нам нужно сворачивать передачу и обсуждать что-нибудь другое. Я хочу сказать, что есть не те реалии, которые мы должны положить в основу прогнозирования из чисто практических вещей. Дело в том, что люди, которые придут на работу в 2020 году уже родились. Есть прогноз численности населения, есть до 2015 года, до 2050 года. Численность людей известна, состояние здоровья их известно. Известно, с какого времени число выпускников школ превысит число абитуриентов вузов. Ясно, что мы с определенного года не сможем набирать армию в традиционной системе. И это надо прогнозировать сейчас, закладывать в модели, принимать решение, чтобы потом не столкнуться. Есть состояние труба нефтегазопроводов по стране. Технологические сроки их службы уже истекли. Мы вступаем в эпоху массовых, нарастающих с каждым годом технологических катастроф. Это требует много лет работы. Это не проблема одного-двух лет. Это мы вступаем в целый цикл, по крайней мере, 15-20-летней борьбы с техноденными катастрофами. Но это, по-моему, правительство предусматривает. Это пока не предусматривалось. Об этом последние несколько лет все пишут. Мы много раз, и в том числе и отсутствующих сегодня матеровым, многократно спорили по этим вопросам, они не хотели этого признавать. Если это признавать, то вы должны начать сейчас закладывать мощности под эти трубы, начать готовить специалистов, металлургов, которые в состоянии это делали прощества. Потому что у них сил нет, там денег, нет средств. Деньги – это самостоятельный вопрос, и я могу о них сказать. Профицит бюджета в 2001 году, вот в прошлом году, когда бюджет планировался без дефицита, так вот профицит за прошлый год бюджет оставил 9 миллиардов долларов в России, которые распределялись уже без Думы, без всего. Это просто профицит, потому что бюджет был ставлен как нулевой. Профицит этого года за два месяца, январь, февраль, мы уже выполнили половину профицита, которые запланированы на 2002 год. Деньги есть, важно уметь их распорядиться, надо выстроить приоритеты. Если вы понимаете, что завтра вам придется затратить в 10 раз больше на восстановление этих нарушенных катастроф, то лучше их вложить сегодня. Значит, вы что-то должны отложить назад. Не, я согласен, конечно, это возможно вопрос там брутинной просто работы, качества этой работы, но это не есть прогнозирование социальных явлений и выходов или не выходов из них. Сейчас до социальных явлений я дойду, потому что я назвал по крайней мере два параметра, потому что если вы планируете это производство металла, техник, который будет, вы закладываете темпы роста. Металлургии, машиностроение, строительство, транспортные средства, обновление железнодорожного состава, железнодорожных путей, они вам дают в итоге определенный тип роста ИВВП. Что касается социальных результатов, то есть огромная масса для прогнозирования. Сейчас соотношение между 10% самых богатых и самых бедных, причем эта речь идет не об одном человеке, 10% самых богатых это 14,5 миллионов человек. И 10% самых бедных это тоже 14,5 миллионов человек. Стабильное общество бывает тогда, когда разницы между ними не выходят за пределы 1 к 10. Ну, в Европе где-то 1 к 8. Между 10 и 10% У нас это соотношение 1 к 14. Вы должны иметь программу долгосрочную, которую не решишь ни за год, ни за 3, может быть, даже за 5 лет. Вот сегодня 1 к 14. Через год давайте сделаем 1 к 12. Еще через год 1 к 11, 1 к 10, к 8. Но это надо выстроить программу, соответственно, менять и систему оплаты труда, пенсионного обслуживания заглаживать через налоги разницу между социальными словами, это и прогнозирование социального развития. Пока это соотношение больше 10, общество, несмотря на видимость стабильности, внутренне взрывоопасно. Мы подходим к первому закону экономического прогнозирования. Я 2 на том, стоящий в том, что серьезное научное прогнозирование отличается от гадания на кофейне на гуще тем, что второе иногда сбывается. Вы понимаете, основываясь на своей идеологической парадигме, миллионы людей на Земле в конце 10 века нашей эры планировали свое будущее, исходя из того, что к 1000 году произойдет конец света. Эти расчеты оказались неверными. И что? В этом смысле я еще раз хочу сказать, что построение конкретной своей стратегии, личной стратегии, основываясь на таких универсалистских подходах, просто невозможно. Я совершенно согласен с большинством из того, что говорил Леонид Иванович, что есть набор проблем, которые надо решать. Но здесь есть три аспекта, на которые я хочу обратить внимание. Первый. Вот в Советском Союзе вроде там с технологическими циклами вложений было все нормально, а с Чернобыльской катастрофой ничего не сравнить. Это не то, что там шпалы поджавели, или трубопроводы, трубопроводы ржавели. И все-таки, все-таки катастрофа трубопроводов не сопоставила с тем, что произошло в 1986 году и что не вписывают. Это можно найти в апокалипсисе что-то, что тоже можно интерпретировать, но вы понимаете, что это не совсем то, о чем мы говорим. Есть второе обстоятельство, вторая проблема. Есть две важных перспективных задачи для развития нашей страны. Одна связанная с функционированием нынешних технологий. И здесь, я помню, согласен с тем, что говорил академик Абалкин, действительно, ну, надо бы, чтобы инклургические заводы работали, чтобы то, что не надо, не взрывалось. Но здесь большой-то проблемы, прогноза нет. Знаете, если будет спрос на трубы, то их произведут. Вот будет спрос, все будет. Это не проблема. То есть, железная рука рынка сама решит эту проблему? В этом смысле, да. Личное рассуждение для либералов. План не нужен, ничего не нужен, рынок выправили. Павел Ильич, сейчас вам будет пространство. Извините, Советский Союз это дело планировал, Запад нет. Результаты известны. Как это Запад не планировал? Так, как Советский Союз не планировал. Не планировал. Лучше по качеству, да. Более точно. Нам были лучшие в Японии. Межрисовцевые балансы Франция, Япония, Канада, США. Извините, это некая иллюзия, собственно, советскими идеологами для самоутешения. На самом деле сопоставлять, извините, планирование Советское, Сталинское, поддержанное НКВД и всем. А без НКВД ну никак, ничего. Парт-организации, да, исключением из партии, и индикативные там рекомендации в индустриальном обществе, это разные вещи. Ну, давайте не ставить равенство, да, между этими вещами. Но есть второе обстоятельство, гораздо более серьезное, гораздо более тяжелое. то, что Россия, перед Россией стоит огромная историческая задача, никаких гарантий выполнен она или нет. Это постиндустриальный прорыв. И вот здесь возникает весь набор проблем, технологий. Потому что понятно, что здесь нельзя просто догонять, здесь нельзя повторять, бессмысленно производить компьютеры. Вы можете выйти на первое место производства компьютеров на душу населения, и в этот момент выяснить, что они никому не нужны. Вот в постиндустриальном мире приоритеты меняются так быстро, что вы даже на 10 лет не можете сказать, где этот приоритет. То есть вы не успеваете запланировать? Абсолютно. Абсолютно. Не успеваете? Просто не успеваете? Странно, что у США это все получается. Не было. В том-то и дело, США не пошло по японскому пути. Вот кризис в Японии и рост США именно в этом связан. Это значит, что сейчас вы, как и, кстати, это значит, что уровень неопределенности экономической жизни, долгосрочной, очень сильно возрастает. При всех тех ограничениях на демографию совершенно понятно, которые надо закладывать. Верно. Это если находиться в рамках экономической парадигмы. Это значит... А если чуть выйти, то большая определенность можно будет замечена. Сейчас, да, сейчас. Значит, что в какой-то мере мы находимся в ситуации конца 18 века, когда действительно векторов были очень-очень многие. Представление о будущем мировой экономики, о технологиях, было столь же неопределенно, как сейчас. Именно поэтому в данный момент самое главное это развитие инициативы, это не сковывание инициативы. Мы не можем сконцентрировать ресурс на приоритетном направлении, потому что мы его не знаем. Мы его не знаем принципиально. Мы не можем его взять с Запада, потому что это будет повтор этому пути, а на этом пути нам ждать нечего. И в этом опасность, в этом вызов, но и в этом интерес. Это дает шанс. А так, в общем, конечно, в истории ничего не гарантировано. У меня есть секунду. Мне эта позиция очень симпатична. Последнее особенно было, что сказано. Нужно не корпеть за бумагами, хотя это тоже нужно делать и высчитывать, чего ты должен к такому-то году произвести непременно, а действовать, в общем-то, по всем направлениям, проявлять инициативу всюду, и тогда где-нибудь ты эту удачу поймаешь. У нас вот в этом... Не мешать людям. Да, да, да. Мы это и делаем. Да, пожалуйста, вот вы двое еще не высказывались, но все время перебивали Лаим Санча. Сейчас вы скажете, надо не сидеть, корпеть, высчитывать, а положиться на гадание на кофейной гуще. Почти такое предложение было сделано. Ну, первое. Циклы и прогнозы, это, конечно, вещь достаточно связана, но, тем не менее, все-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот о прогнозах. Говоря о прогнозах. Во-первых, прогнозы есть как в экономике, так и в технике, так и во всех отраслях знаний. Демографии где угодно. Так что, пусть техники свои прогнозы строят о сменах, о фазах, о прорывах технологических. Экономисты на этой основе строят свои прогнозы, с учетом комплексы других факторов. И, наконец, я хочу сказать, да, можно вот так вот сразу опуститься на уровень рядового обывателя и сказать, откладывать деньги, не откладывать деньги. Будет мировые какие-то катаклизмы или будет более спокойная и стабильная ситуация. Но можно подойти и с другой стороны. Если мы говорим о правительстве, то правительство необходимо для того, чтобы управлять. А прогнозирование это просто построение траектории. Да, с определенной вероятностью, но это просто этап технологического процесса управления. То есть... То есть, а вы считаете, что у нас сегодня нет... Во всяком случае, я считаю, что оно на таком низком уровне сейчас делается. Ну вот вы видите же, какие подходы существуют. А вот рынок, стихия, спрос. Откуда? Какой спрос? Какой он будет, этот спрос? Исходя из чего этот спрос? Во всяком случае, 10 лет мы развиваемся по тем прогнозам и на новые 10 лет построили какой-то прогноз, пока совершенно непонятно, какой прогноз мы построили. Вот какой-нибудь существенный такой стратегический прогноз вы можете дать, который полностью игнорирует правительство сегодня, например. Ну, в общих же так, понятно, не в деталях. Вот что оно не учитывает, что не предполагает, а что это будет. ну... Но я считаю... Ну, вот, извините, Леонид Иванович сказал, это достаточно очевидные вещи, но суть письма действительно часто игнорируется, что если будет продолжаться такой колоссальный разрыв между бедными и богатыми, то будет социальный взрыв. Это прогноз, причем многократно подтверждающийся в истории и, видимо, так и может быть. Это я понимаю. А тут интересно, будет через 10 лет, через 50. Нет, 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 нет. Это самый существенный. Второй вопрос. Нет, это... Когда-нибудь... Нет, Владимир Иванович, извините, я тут с вами поспорю. Тогда более конкретно. Решили проводить реформу коммунального хозяйства. Начали проводить. Левые... Воронеж показал, что это может остановлено быть немедленно. Значит, все вроде рассчитали и, наверное, рассчитывали, что будет какое-то недовольство. Или мы же не рассчитывали. Сами заблокировали, как только пошло. Вот это же это точно неточный прогноз. Там некому прогнозировать. Если Гайдар был все-таки профессиональным экономистом, то вы меня простите, Греф вроде бы как с юридическим образованием. Нет даже по образованию ни одного экономиста в правительстве, который бы имел, ну, будем говорить, пусть свои какие-то, но профессиональные оценки и подходы. Давайте мы вернемся вот к вопросу все-таки о жилищно-коммунальной реформе. Дело в том, что был дефолт 1998 года. Он больно ударил, дал какие-то стимулы для роста, начался потом подъем экономить в 2000-2001 году. Но доходы на душу населения сегодня официально составляют 84% от 1997 года. Население заплатило за дефолт. И никто ему утраченные доходы не вернул. Вы хотите проводить жилищно-коммунальную реформу, не вернувшись к доходам, я не говорю там 990-е годы, 97-е годы. Как было сделано на правительстве, когда это делалось? Я видел все эти документы. Так была составлена бумага, что все темпы были рассчитаны не к 97-му году, а к провалу 98-го года. И вроде после 98-го года у нас доходы повысились. Но мы же обманули правительство самого себя друг друга и обманули население. То есть это политический заказ был такой? Или это неграмотность? Это выгодная неграмотность. В чем неграмотность? Ну, первое. Насчет того... Начали реформу и сами остановили, как только увидели, что народ не будет платить и выйдет на улицу. Нет, ну, стоп, во-первых... Сейчас социальным налогом тоже самое. Это опять неточный прогноз. Жилищную реформу. Нет, мы не обсуждаем не жилищную. Мы обсуждаем качество прогнозов и решений, на которые у нас на них делаются. Вы знаете, здесь очень интересный вопрос подняли, поскольку не в жилищной реформе, а в детерминированности экономического развития политическими решениями. На самом деле... Ну, опять только фейную гущу. Российская экономика до сих пор еще не очень инерционна. Я часто повторяю, что ее можно, в общем, вогнать в кризис очень быстро. Так, несколько ошибок. Ну, достаточно типично. Теориически не согласен. Она уже развалилась. Сверхбольшая система всегда инерционна. Вот. И в этом смысле краткосрочный прогноз, это прогноз во многом политике, во многом действии правительства. У нас вообще пока трудно делать экономический прогноз. Повторяю, если они не очень долгосрочные, о которых говорил Леонид Иванович, это другое дело. Связанных демографии и так далее. Вот. В этом смысле жилищно-коммунальная реформа оказалась в чистом виде заложником политики. Ну, не было никаких возмущений народу. Ну, не забудьте. Там просто есть некое перетягивание. Давайте говорить откровенно. Кто берет на себя политическую ответственность? Муниципалитеты, которые вообще должны за это платить? или федеральное правительство. Все понимают, что если не проводить жилищно-коммунальную реформу, сектор же кхарухнет. Ну, просто там платить никто не будет. Вопрос в том, кто возьмет на себя политическую ответственность. Отсюда эти колебания. Кто это такое муниципалитеты, которые возьмут на себя политическую ответственность? Какой-то не верит до правительства. Павел Иванович, я прошу вас, вы не сбиваете от политики экономической. Я хочу понять, Владимир Иванович, вы считаете, что жилищно-коммунальную реформу можно было бы все-таки провести, но просто искусственно-политически заблокировали? Вы считаете, что у населения была возможность платить эти деньги за свои квартиры? И, соответственно, они бы платили все равно? Жилищно-коммунальная реформа не предполагала переход к 100% оплате всем населению. Она предполагала переход к адресным дотациям, к дотациям тем, кто не может платить. А о них ситуации, когда чем у тебя лучше квартира, тем больше дотации ты получаешь, поскольку они идут не на семью, а на квадратный метр. Это мне напоминает рассуждение Чубайса. Платили одну бутылку водки за электроэнергию, будете платить две бутылки водки? Нет, Павел Ильич, вы, очевидно, не любите Чубайса и все это компания. Ультраправо, ультраправо. Хорошо, но... С большевистским таким уклоном ультраправо. Хорошо. Без фамилий. Но, значит, я вам слово еще предоставлю. Что меня удивляет, когда говоришь с экономистами, это очень важно. Я хочу, чтобы телезрители это поняли, услышали, вернее. Может быть, они об этом знают. Я много общаюсь с политиками, с политологами, с экономистами, с философами, с историками. Самые непримиримые в личностном плане друг по отношению к другу люди это российские экономисты. Не социологи. Не-не-не-не. Экономисты друг другу. Экономисты. Вот экономисты из разных лагерей, но просто к этому лично не приедут. Это не предмет нашей дискуссии. Нет. Нет, категорически не согласен. Нет, Ара. Значит, ваше несогласие тоже здесь останется, но тем не менее. Отойдем от жилищно-коммунальной реформы. По-моему, позиции прояснились. Я хочу... Олег Юрьевич, вы... Я вас давно знаю. Вы все там прогнозируете в своих графиках. У вас по графикам все выходит. Вот календарь, который у вас лежит на столе, там на 2002 год, но на другой стороне. Там же по дням, там по дням какой день хороший для бизнеса, для политики, какой плохой. Вот изложите... Есть такое решение, да. Да. Вот на чем основано и насколько все это точно. Что вы можете предсказать? Значит, мне хочется реабилитировать немножко прогнозирование, поскольку оно есть не только официальное, штатное по должности, но и творческое или научное прогнозирование. У нас, например, такая волновая структура была изменений в обществе своеобразная. Перед кризисом экономическим в 90-х годах у нас прошел кризис в культуре. Ну, наиболее точно у нее удалось его взвесить по отношению к высшему образованию. То есть это же в советские времена еще кризисы. Да, начался в 80-х годах и достиг пика кризис отношения к образованию в 92-м году. В технические вузы, например, затаскивали людей. Сейчас, с 92-го года по 20-й, 10 лет ситуация изменилась неузнаваемо. Конкурсы огромные. То есть волна совершила полный цикл. 80-й год, 2001-й. От максимум, минимум к максимуму. Я также посмотрел демографическую ситуацию. Она испытала минимум чуть позже, не в 92-м, а в 94-м, в 95-м году. Суперкризис был. А вот экономика, как мы все знаем, в 98-м году. И получилась такая красивая вещь, почти сказочная. Вначале экономическая, вначале культурная деградация, потом социальная, и только потом экономическая. И, конечно, захотелось на основе этого посмотреть, а что же будет? Что же будет? Видимо, в обратном порядке. Ну вот, культурная волна подъема прошла. По некоторым сферам прошла. Театры, образование, она прошла и довольно ярко. Демографическая ситуация находится на слабо негативном уровне. То есть подъема не оказалось. Не оказалось. И мы, как бы сейчас, я хочу продолжить тему Леонида Ивановича, как бы на разъезжающихся рельсах. Культурный подъем есть, а социальный идет упадок. У меня прогноз таков, что либо придется, значит, не знаю каким образом, я не экономист, я не знаю механизмов, повышать и увеличивать темпы роста хозяйственной деятельности, либо деградация примет необратимые формы. Вот, по моим представлениям, это будет так же, как приблизительно в 91-м году, это будет дальнейший распад страны. Теперь уже на две части. Вот, где-то по Волге, политологи где-то об этом говорили, понимаете, не может быть вот такое расхождение рельс, не может не привести к кризису. Причем, вот я как мыслящий человек пространственными категориями, я вижу такого рода распад дальнейший. Значит, либо распад, либо высокие темпы роста. Вот такой мой прогноз, если кратенько. Вот я прошу прощения, Леонид Иванович, все-таки о высоких темпах экономического роста там 15% и более. Мы все-таки выйдем с нашей передачи на широкий экран, нас будут смотреть по стране и сказать, вот люди, которые предлагают, что можно 15-18% я думаю, что мы пытаемся обмануть людей и самих себе. Мы считали, мы долго ждали от правительства долгосрочной программы, не выдержанные, написали свою книжку. Вышла она в старое время, еще в 99-м году Россия 2015 оптимистический сценарий. Мы предсказали темпы роста, разбили на три периода, 99-й 2002-й год, 2003-й 2008-й год, 2009-й 2015-й год, потому что этапы меняются, меняются технологические уклады. Нормально для первого этапа, для нас, 6-8%. Мы не угадывали точные цифры, мы сказали, вот в среднем за год на первые три года, 6-8%. Фактически сценарий развития России идет по тому, который написан в этой книге. Если возьмете 2000-й 2002-й год, вы получите в среднем около 6-ти процентов, 6-ть небольшим процентов за год. Кстати, с 2003-го года, если мы перейдем на мощную инвестиционную накачку экономики, темп просто несколько снизится до 5-6-ти. Но на базе уже технологического обновления производства. Сейчас мы восстановились, а потом надо наращивать через инвестиции. Значит, он должен сочетаться одновременно с инвестиционным подъемом. Я думаю, что вот выход на инвестиционный тип экономического роста, выдерживание каких-то пропорций и, не могу об этом не сказать, желание и готовность правительства приглашать экспертов из других организаций, а не решать все самому себе внутри себя, это центральная проблема. Вот сейчас говорят темпы. отсоветовались с 10-ю институтами, какие будут темпы роста в 2003-м году. Вот к институту экономики никто из правительства за советами не обращался. Понятно. Мы приближаемся к финалу нашей передачи. Так вот, вопрос мне. вот это прогностика, прогнозирование, планирование, они вот могут быть тем добавочным механизмом, который потом превращается в энтузиазм или во что-то. Или это, ну, поговорили, у каждого свои цифры. А потом, ну, через 5 лет, через 10, посмотрим, чьи цифры подтвердились. И, впрочем, кто-то тогда будет у власти, тот и скажет, что я победитель. У нас физиков лет 100 назад повелось предлагать как-то по возможности безумные идеи. Может быть, они и пройдут. Ну, вот, значит, мой коллега там, Циолковский там, 100 лет назад говорил о том, что надо осваивать космос. Вообще, это было страшно смешно, когда у него, так сказать, там и не было, так сказать, молока, чтобы кормить свою семью. Но, тем не менее, Гагарин полетел в 61-м году, там, через 60 лет. И безумная идея о третьем Риме была когда-то, так сказать, в маленьком московском княжестве. Дошли до Калифорнии, вообще-то говоря, первопроходцы. Вот странные такие вещи. И поэтому, если будет позволено, я тоже такую вот безумную идею сформулирую, да? Но только не ниже, чем вот Циолковского. Безусловно, выше. Безусловно, выше. Она связана с тем, что у меня друзья-космонавты, я с ними много общаюсь, и я знаю, что проблема, собственно, освоения космоса через движение в нем человека невозможно. Сознание наше, это сугубо земной феномен. Это физическая форма, конечно, такое сознание. Поэтому, вот у человечества есть только одна возможность пронести эстафету жизни. Это спроектировать ее полностью с нуля на другой планете. Вот полностью спроектировать. Я понял, да. В том смысле, что вот нельзя живого человека, а вот спроектировать жизнь, ну, например, на Венере, это интереснейший проект. То есть выступить по отношению к другой планете как божество. Точно. Понятно. Хорошая идея. Боюсь, что здесь сидящие за этим столом не сумеют проверить, сбудется ли отдано. И те, кто будут смотреть по телевизору. Да, хорошо. А что это было так? Да, понятно, да. Первый, мы идем по пути надежды на то, что рынок нас выведет, люди сориентируются, что есть, конечно, заслуги в прошлом Кондратьева, там, Базарова, других, но это все историческое прошлое. Сейчас нам нет необходимости иметь долгосрочный прогноз, нет необходимости иметь стратегический план. И мы практически сейчас без этого и живем. Но в этих условиях, если тобой и другого нет, действует сила инерции, действует сила развала. Тогда уже это сделано нельзя. Или второе, мы должны тоже из своего опыта, когда мы не один раз после катастрофы, значит, тогда мы должны ясно видеть, наши силы и велики, но ограничены. Скажем, вот Леонид Иванович говорит насчет инвестиций. Тогда, в этом году запланировано, вот Минэкономика говорил, 2 триллиона рублей на инвестиции. Вопрос там, какие во что? Или у вас производство старья, или инновации. То есть сейчас без выхода на эвакционный путь развития экономики выйти невозможно. Но для этого нужно и выбрать приоритеты. Без этого тоже нельзя. С учетом того, как сложится ситуация в нашем рынке. И во-тарих, нам нужно подкрепить эти приоритеты активной государственной поддержки. От всего, с государства уходят значительно. И с этой точки зрения как раз вот сейчас мы имеем возможность реализовать то, что не удалось реализовать контракт. Понятно. Либо мы успеем достаточно быстро, я считаю, что в год-два, может быть, до следующих президентских выборов, действительно создать средний класс путем подъема малого предпринимательства, его надо кредитовать, не налоги ему понижать. Либо мы успеем люмпен пролетариат родить, который будет могильщиком вот такого у нас сегодня олигархического капитализма. Понятно, да. Еще кто-то? Кто не? Да, не слышал. Я считаю, что прогнозирование в нынешней ситуации должно быть многовариантным. Нельзя составить одного прогноза и гарантировать, что он будет удачным. Мы действительно стоим на перепути, я согласен, что у нас, если брать крайности, один вариант это превращение страны в действительно крупную великую мировую державу и второй развал и образование на ее месте нескольких княжеств оснащенных ракетами. Ну это Путин говорил. Это варианты есть, поэтому на сегодня оба этих варианта реальны. оба реально. Соотношение 50 на 50. Владимир Александрович, вам последнему и дальше финальный вопрос. Значит, первое, прогнозирование важно. Но точно так же важно видеть ограниченность прогнозирования и не вбивать прогнозы в политическую жизнь силами спецслужб. Это вот первый тезис. По-моему, все-таки у нас спецслужба сегодня настолько сильная. Абсолютно верно. Я просто хочу сказать, что трагедия российской экономической науки 20 века, когда была уничтожена пледа блестящих экономистов, как правых, так и левых, причем всех, была связана с попыткой навязать обществу один из вариантов прогнозов. Второе, помимо, собственно, узкого технического прогнозирования, что будет очень интересно, что важно и интересно, я еще раз хочу обратить внимание на принципиальную важность создания условий для постиндустриального прорыва. Эти условия находятся не только в экономической области. Вот скажем, и не столько в экономической области. Хорошая судебная система и реформированная армия гораздо важнее. вот я хочу утвердить только один тезис. У нас не будет постиндустриального прорыва в условиях всеобщей воинской обязанности. Финальный вопрос, он очень простой. Посмотрим, каковы будут ответы. Пожалуйста, прогнозируйте для наших зрителей, ну, не на 50 лет вперед, а до 2004-2008 года. То есть президентские выборы ближайшие и следующие. в области экономики и политики как будет ситуация развиваться? Ну, в общем, сейчас стабильно, кризис, супер-кризис, рассвет, подъем. Вот ваша точка зрения. С моей точки зрения, сейчас мы выходим на переход от одного цикла к другому, более-более высокому, фазу оживления и фазу подъема. Поэтому я считаю, что где-то мы можем процентов 7-8 заложить за завершение этого. И к 2008-му году мы еще не выйдем к уровню 90-го года, но мы к нему с довольно значительной приблизностью и значительно превысим уровень 97-го года. Я прогнозирую, что президент будет избран на новый срок. Сегодня он является единственным человеком, которому верят в народе. Больше никому не верят. Их обманывали. Его положение достаточно сложное. Он много берет на себя и международных и внутренних дел. И важно при принятии решений, кто ближе находится к уху президента, чей голос он слышит и чей голос ему не удается услышать. Поэтому в принципе мы будем находиться на стадии подъема до 2008-го года, но он будет ниже тех потенциальных возможностей, которые могли бы быть у России на этот срок. Павел Ильич. Да, я тоже согласен, что сложная ситуация сейчас у Путина. Казна в общем-то очень бедная и куда ни кинь всюду клин. И единственный выход это конечно решительная смена команды, более амбициозной, закладыванием более высоких темпов роста. То есть решение вопроса о том, что либо великая Россия, либо великие потрясения. Я думаю, что Путин это сделает и в 2004 году будет устойчивый и довольно-таки энергичный подъем. Ну, мой прогноз восьмилетней давности очень напоминал то, что говорил академик Абалкин о том, что у нас должен быть после 1998 года экономический подъем по возрастающей ну, с оптимальным вариантом восстановления порядков ВВП где-то в 2008 году. Но на этом пути нас ждут драматические обстоятельства. Вот как говорил Владимир Александрович, трудно от времени прогнозировать события время. Вот я хочу сказать о времени. 2003 год неровный будет для мировой экономики. 30 лет после кризиса 1973 года. А я верю в эти обстоятельства, если уж тем более, что я их проверил количественно. Поэтому и судьба президента вот надо будет говорить после 2003 года о его судьбе 2004. Она сейчас неопределена. Это уже есть некая оригинальность, по крайней мере. И можно проверить недолго. Так, Владимир Александрович. Пророчествами заниматься не люблю, поэтому все-таки оговорюсь. Если не делать каких-то глупостей в политике, глупостей дестабилизирующих положение политическое, если мы исходим из того, что в экономической политике продолжается стабильный курс без какой-либо экзотики и стремления удивить мировую общественность, если мировой рынок будет примерно в таком же состоянии, там не будет глубоких кризисов, то, наверное, можно ожидать развития темпами действительно может быть чуть более низким в ближайшие два года в связи с переходом на инициационный буть развития с некоторым ускорением после этого, но, повторяю, при условии экономико-политической стабильности и акцентов на перенос акцентов с области собственно экономической в реформах на судебную, военную и административную области, то есть нам нужны хорошие суды, хорошая бюрократия и нормальная армия. Понятно, спасибо. Но, что касается меня, то я-то считаю, что, конечно, выпрыгнуть из сценария распада и исчезновения исторического России мы можем только применив некие революционные не по формам проведения, а действительно революционные методы, революционные технологии, другое дело, какие, это отдельный разговор, непременно мы об этом когда-нибудь поговорим, но я абсолютно точно могу предсказать, что через две недели мы встретимся вновь в этой студии в передаче «Что делать?». Обсуждать мы будем проблему евразийства в России крайне интересную и разговор будет тоже, мне кажется, очень интересный. Спасибо, до свидания, до следующей встречи в передаче «Что делать?». Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова